На Псалом 102 Считаю, что этот Псалом и по самому содержанию своему служит продолжением предыдущего. Там плененные в Вавилоне, оплакивая свои несчастья, умоляли Бога возвращение. А здесь, получив то, о чем просили, они будто бы восхваляют благодетели. Но я думаю, что эта хвалебная песня означается для всех вообще людей, избавившихся от боли тяжкого рабства и удостоенных большей свободы. И разбор содержания Псалма покажет, что это значение больше соответствует истине, чем первое. Благослови душа моя Господа и вся внутренность моя, святое имя Его. Душа занимает сведину, с одной стороны тело, склоняет ее к удовольствиям, с другой дух влечет к Богу, побуждая благословлять Его, то есть проповедовать Его и прославлять всегда. Об этих трех вспоминал и Павел. «Боже да осветит вас всесовершенно во всем, и всесовершенно дух ваш и тело, и душа, да непорочными сохранятся». 1 Фессалоникийцам 5.23 Здесь, разумеется, дух человека, который в нем, и о котором в другом месте говорит апостол. «Буду молиться духом, буду молиться и умом». Помните, Моисей, во-первых, хотели, создав Бог человека из перси земной. Во-вторых, о душе сотворим человека по образу нашему. И в-третьих, о духе. И вдунул Бог в лицо его дыхания жизни. Все душевные силы приглашают дух благословлять Бога. Каковы? Сила мысли, разума, гнева, желания, представления, воображения, чувства, о которых о всех вообще сказано внутреннее. Подобно этому и Павел говорил о прославлении Бога. «Идите ли, пьете, все делайте во славу Божию» 1 Коринфянам 10.31 Итак, все, что внутри человека, возносит песнь к Богу. Но побуждаются действующие силы души выражать хвалу Богу и через органы тела. Некоторые относят душу к духу, однако не в том смысле, что она одушевляет его, но что наоборот находится под его управлением. Силу разума он помещает внутри человека, подобно тому, как и Спаситель сказал, что Царство Божие внутрь нас. И вообще, душевные силы в обычных и добрых своих отправлениях относятся к внутреннему миру человека, а о дурных проявлениях говорится, что они выходят из сфер внутреннего. Итак, эти-то душевные силы псалмопевец под именем внутренних побуждают воспевать Бога. Конечно, и всем людям следует говорить «благослови душа моя Господа». По чувству благодарности за божественные благодеяния они должны возбуждать себя к песнопению, чтобы воздать благодетелю, чем могут. А петь всегда есть возможность, равно как и сохранять живую память о благодеяниях. Поступающая так, и весь внутренний мир свой освещает, и всякое помышление обращает к прославлению Бога. Выражением внутренней моя псалмопевец указывает, конечно, и на мысли, и на чувства, и на все душевные движения. «Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Опять душа наставляется не ослабевать, отогнать тень забвения и возобновить в памяти благодеяния. Потому что кто только помнит божественные благодеяния, тот не перестанет воспевать его. Далее, перечисляет эти благодеяния в отдельности. «Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои». Господь даровал тебе оставление грехов, Он послал тебе исцеление и страдания. То и другое ты получил, ничего не имея. Конечно, слышал пророк его слова, «отпущает от тебя грехи твои, и возьми постель твою, иди в дом твой». Так грешница получила исцеление и прощение грехов. Так разбойник, так мытарь, так все уверовавшие. «Избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами». Отведенных в Вавилон пленников Он освободил от рабства, но не избавил от тленной жизни. Нам же Он даровал надежду воскресения, дал залог духа и облачил нас в одежды нетления, венчающая тебя милостью и щедротами. «Благодатью вы спасены, — говорил божественный апостол, — и сие не от вас Божий дар, чтобы никто не хвалился». И опять, Христос Иисус пришел спасти грешников в мир, из которых я первый, но потому и помиловал, чтобы на мне первым показать все долготерпение Иисуса Христа для всех, которые будут веровать по образу, который видит во мне для жизни вечной. «Вот венец благодати и человеколюбия, — так и божественный Исаия, — от лица невесты взывает, да возрадуется душа моя Господи, — облег меня в ризу спасения, одеждой веселья одел меня, как на жениха возложил на меня венец, и как невеста украсил меня красотою». Исайя 61.10 «И немного спустя, — и будет венец за браты в руке Господня и диодема царствия в руке Бога твоего». 62.3 «Все эти дары жениха, потому что невеста принесла одну только веру, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя. Так как есть худые желания, которые и закон запрещает, то хорошо он прибавляет во благих, потому что исполняет Господь благие наши желания. «Просите, — говорит он, — и даст вам ищите, и найдете, стучите, и отворится. Ибо всякий просящий получает, ищущий находит и стучащему отворит. Ищите же прежде царство Божие правды ее, и все сие изобильно приложится вам. Обновиться, как орел юность твоя». «Опять и это обновление нам даровал Господь во святом крещении, когда, очистив старость греха, сделал нас уже состарившихся грехом юными. Согласно с этим, говорит Бог через пророка Исаию, «Терпящие же Господа изменят крепость, как орлы полетят и не устанут». Исайя 40, 31. «Так как при создании мы получили божественный и царственный образ, а потом испортили и омрачили его всякого рода грехами, то пророческое слово и обещает нам восстановление в царском достоинстве». «Орел – царственная птица и считается царем птиц. Этим указывает нам и образ божественной славы, что она обновляется в нас отложением ветхого человека и обличением в нового, обновляемого в познании Творца. Так, говорит, будет обновлена твоя юность, что она всегда и впредь будет обновляться в нетленной жизни. Так как орел из всех птиц – самая царственная и достигает в своем полете наибольшей высоты, а с другой стороны из всех животных – единственная, способная смотреть на сияние солнечного света и выдерживать его, не закрывая глаз, то вполне справедливо обновление души, полет ее от земли на небо и будущую жизнь ее в высочайшем свете пророк сравнил с природою орла. Господь творит правду и суд всем обиженным». 735. «Не отдел, который бы мы сделали, но по многу его милости спас нас в бане возрождения и обновления духа на святым». 535. «Увидев нас угнетенными, неправдой дьявола, врага истины, он открыл нам источники истины, а над ним произнес праведный суд. Как Отец Милосердия и Единый Благой, искупив от неправды души захваченных дьяволом свою власть, приняв рукописание наших грехов и пригвозив его на кресте, он сделал нас свободными. Это рукописание мы наполнили нашими делами, и пока оно было в руках дьявола, мы были его должниками. И вот Бог даровал нам суд, кровью Сына Своего очистив нас, и от того, в чем мы сами были неправедны, и от того, что терпели мы от неправды дьявола. Потому и Павел научил нас лучше терпеть неправду, чем причинять ее, так как для терпящих неправду суд Божий является благодеянием, а для виновных в ней наказанием, лишая их обетования. Неправедники, говорит Царство Божие, не наследуют. Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевам, дела свои. Не нашей заботливостью устроилось дело нашего спасения, но свыше предвозвестил его Бог через пророков, а рукой дивного Моисея изобразил его для нас как бы на картине. При этом море послужило образом всесвятого крещения, скала явилась в тени бессмертного источника, манна образом небесной пищи, и вообще все, чтобы не перечислять в отдельности, можно найти там преднаписанным. Пути же и хотение его означает добродетели. Как видно из слов «В пути твоей, Господи, скажи мне», и сказанного Павлом Волхву и Лиме, доколе не перестанешь совращать прямых путей Господних. Тот же смысл имеет слова «Нашел я Давида, сына Исеева, мужа, по сердцу моему, который исполнит все желания мои». Итак, говорит, что дав Моисею закон, Господь открыл ему значение образа закона и тени по отношению к будущим благам, духовным и первообразным. Научил его, что такое суббота, что означает жертва, и кто такой сын Израилев, о котором сказано «Израиль избранный мой» Исайя 42.1. Все это открывает Бог тем, кто умеет смотреть, и что такое иудеи в таинственном смысле, и что такое обрезание сердца, и жертвы хвалы, и оправдания. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив». Вот причина стольких благодеяний и прежних, и настоящих, как сказал и Моисей, «Господь долготерпелив, многомилостив и истинно, творящий милость за тысячу родов». Эти-то свои свойства открыл Господь Моисей под именем путей своих, а его совершенство во всех отношениях обнаруживается как бездна божественной благости, «Безмерная милость, море человеколюбия, не до конца гневается и не вовек негодует». Он не сохраняет гнева навсегда, это и значит «не до конца», но и милость свою не расточает недостойным безмеры. Но если Бог здесь судья праведный, крепкий, долготерпеливый, то как Он воздает каждому по делам его? Конечно, Он растворяет гнев своей милостью, и когда время милости облекается ею, когда же время гнева проявляет ее в день гнева и праведного суда, когда именно, говорит Павел, воздаст каждому по делам его. Потому и говорит Солмопевец, «не вовек враждует, негодует, разумея настоящий век, так как суд и гнев Господь оставил для будущего суда. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам». Он удерживается, что соразмеряет наказание с нашими грехами и не простирает своего негодования против нас слишком далеко. Как истинный Бог, Он имеет снисхождение и терпение не случайно, но по существу является их источником, поэтому не наказывает тотчас по совершению греха, ожидая смягчения гнева, как Сам говорит, «Когда гнев ярости моей придет, то тогда исцелю, и наказание уменьшает, не налагая заслуженного. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся его, как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши». Если бы нашел псалмопевец еще большее расстояние, конечно, указал бы их, желая показать необъятность божественной благости, но ни выше неба, ни шире пространства между востоком и западом мысль человеческая не нашла измерения. Во тьме запада оказываются люди, пребывающие в грехах, а получившее избавление от грехов очевидно полагается во свете. Вполне справедливо назвал псалмопевец «Избавление от грехов переходом от запада на восток». Вместе с тем и нас, научая, какое расстояние между грехом и правдой. «Как Отец милует сынов, так милует Господь, боящихся его». 736. «Отеческую доброту обнаруживает Творец и Создатель, или лучше сказать, из сожаления к боящимся его. Он принял их, как своих детей. «И не с отвращением сделал-то Господь, но зная сердца человеческие, которые Он же все и создал. Он знает, что каждому полезно, и к чему мы имеем силу и способность, то и дает нам, чтобы через исполнение Его воли нам сделать с Его сынами. Можно сказать, что Господь по собственному опыту узнал нашу природу, сделавшись плотью, и что Он имел природное расположение считать нас Своими детьми. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы — персть. Знает Создатель немощь нашей природы, знает, из чего мы созданы, и во что обращаемся. Как обыкновенно бывает при просьбах, выставляет на вид то, что есть в нас худшего. Конечно, не все целом и прах, есть у нас и образ Божий, и подобие. Но прах означает здесь нашу немощь, вызывающую на сожаление. Дни человека, как трава, как свет полевой, так он светет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Мы нисколько не лучше травы и цветов, которые весной цветут, но скоро засыхают и погибают. Опять речь о наружном покрове человека. По вещественному составу, как прах, мы после краткого срока жизни уподобляемся засыхающей траве. Это согласуется и со словами пророка Исаии. Всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как свет на траве. Исаия 46. Воссияет солнце, восходит и засыхает трава, и цвет ее опадает. Иаков 1.11. С этим сравнит и кажущиеся благоденствия людей, богатство, славу, достоинству. Все это подобно сену увядает. Это место, передаю так, потому что дух проходит через него и потом нет его. Духом называет душу, в присутствии которой тело живет и действует. А когда она отлетает, тело умирает и разлагается. Так что совершенно утрачивает свои прежние отличительные черты. И тогда уже нет возможности отличить, что принадлежало одному человеку и что другому. Несомненнейшим образом можно убедиться в этом, заглянув в могилу. Там все одинаково становятся добычей тлени и не сохраняя своих прежних свойств. Милой же Господне от века и до веков боящимся его и правда его на сынах сынов, хранящих завет его и помнящих заповеди его, чтобы исполнять их. Итак, природа наша столь приходящая, но божественное человеколюбие дарует ей долговечную жизнь и для отдаленных потомков сохраняет воздаяние правды, заслуженные предками. Конечно, по заслугам патриарху достоил Господь своего избрания и особенно попечения, происшедший от них потом народ, что и показал через Моисея, говоря, «Не говори! Правда ради моей избрал меня Господь, ибо народ жестоковыны это, но за то, что любит отцов ваших» в Тарзаконе 9.4, в другом смысле сынами праведных мужей будут ревнители их дел. Навсегда распространяет Господь свою милость. Он всегда милости в будущий благ по природе, но с этой милостью его сопряжена правда к хранящим завет его, по которой он делает их за их добродетель наследниками грядущих обетований. Они не просто помнят заповеди, но исполняют то, для чего они даны. Так и Спаситель сказал, «Имеющий заповеди мои, соблюдающий их, тот, есть любящий меня, наследует обетование не тот, кто помнит заповеди, но кто исполняет их». Так за Иуием до четвертого поколения сохранил Господь царство, хотя он только в начале царства не оказал ревность, а совершенного благочестия не соблю. Так и великому Давиду сохранил Господь искру семени его неугасимой, несмотря на то, что много нечестивых следовало за ним в его роде. Эту, говорит, милость простирает Господь, хранящим завет его и не просто помнящим заповеди его, но сопровождающим слова делами и по ним располагающим свою жизнь. «Господь на небесах поставил престол свой и царство его всем обладает». Сказано, что он обладает всеми, а не царствует, потому что не все достойны его царства. Поэтому проводящим евангельскую жизнь Спаситель обещал небесное царство, но как Господь он обладает и недостойными. Напоминают эти слова и сказано в другом псалме. «На высоте живущие, на смиренных презирает». И здесь пророческое слово научает нас, что на небе имеет престол Господь всех, но наблюдает за созданием и управляет им как Творец и Царь и Владыка. «Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силою, исполняющие слово Его, повинуясь глазу слово Его». Их 20, 738. Вполне справедливо призвал псалмопевец небесные силы к участию в песнопении. Конечно, человеческая природа не в силах достойно прославить благодетеля. Это могут сделать только бестелесные и святые существа, проводящие жизнь бесстрастную и способные выполнять божественные повеления. Мога и ноя иметь в виду пророк. Что, говорит, касается тебя, о душа, ты бессильно по достоинству воспеть Бога. Однако, насколько можешь, делай это. Но, зная, что по достоинству благословляет Его только ангелы Его, сильной крепостью, неуклонно исполняющие слово Его и достойные слышать голос Его и слова Его. И вот, если между людьми найдутся проводящие жизнь, равные ангельской, подобно сказавшему, все могу, укрепляющий меня Христе, Филипписям 4, 13, пусть они благословляют Его, но никто из приступающих слова Его и ослушников гласа Его, пусть не осмеливается безрассудно делать это. Благословите Господа все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Но, упомянув об ангелах, пророк затем назвал силы в одном наименовании соединив всех, чтобы не перечислять отдельно небесные чины, о которых и Павел вспомнил, отчасти сказав, превыше всякого начальства, власти, силы и господства, и всякого имени именуемого. И в другом месте, видимое и невидимое, престола ли, господство ли, начало ли, власти, Эфесянам 1, 21, Колоссянам 1, 16, Назвав слуг Его, творящими волю Его, Псалмопевец противопоставил их соименных им противным силам. Тех он, конечно, не призывает к восхвалению Бога, тех, то есть начальств властей и миродержателей тьмы, века сего и духов злобы. Все же небесные чины назвал ангелами и силами, ангелами, как служащих по велениям Божьим и возвещающих слова Божии, силами же, как способных исполнять Его приказания. И как получивших от Творца власть над природой. Благословите Господа все дела Его во всех местах владычества Его. Благослови душа моя Господа! Этими словами убеждает душу не уклоняться от восхваления Творца под предлогом слабости сравнительно с небесными силами, потому что не им только, но всем вообще творением Божьим заповедано благословлять Господа, каждому по своей силе. Для этого пригодна всякое место, не только небесное. Не место дает цену благословению, а добрые дела. И всякое недушевленное и бессловесное существо, хотя бы оно казалось вредным, по неизреченной мудрости, полезно в общей гармонии создания. И участвует в словословии Бога, так как каждая благословляет Бога по достоинству места, какое занимает в мире. «Делай это, — говорит пророк, — и ты, душа, в каком бы месте ни оказалась, на земле ли или в лучшем мире, и там вместе с ликами ангелов благословляй его за небесные совершенные блага». К юдеям это не относится. Они, принуждаемые пленившими их воспеть от песней сионских, говорили, опираясь на закон, «Как нам петь песнь Господу на земле чужой, а нам Божественный Апостол нас научает на всяком месте воздевать с молитвой преподобные руки». 1 Тим. 2.8. «Это Владыка Христос сказал самарянке, истинно, истинно, — говорю тебе, женщина, — что приходит час и пришел уже, что не в этом месте и не в Иерусалиме будут поклоняться Отцу. Ибо Бог есть Дух, и поклоняться Ему нужно в Духе истины. Таких поклонников Он ищет себе. Благослови, душа моя Господа!» Конец созвучен с началом. Призвав к участию в прославлении Бога умные существа, Пророк научает и нас, как только можем, воздавать честь Творцу и соразмерно со своими силами приносить Ему благодарственную песнь, потому что Ему слава вовеки! Аминь!